Роман Чепик из Шадринска стал победителем Кубка России по тяжелой атлетике, установив сразу три новых рекорда страны весовой категории до 89 кг. В апреле Роман выступит в составе сборной России на чемпионате Европы в Москве. Также в состав национальной сборной для подготовки к чемпионату Европы вошел еще один представитель Шадринска, мастер спорта международного класса Александр Кибанов. Он завоевал серебряную медаль весовой категории до 102 кг. В Курганской области в прошлом году расселили в 6 раз больше аварийного жилищного фонда. 464 человека переехали в новое жилье. На новые дома для людей было выделено более 220 млн. рублей. В текущем году планируется переселить 460 человек из 8000 кв. м. аварийного жилья. На это направят более 337 млн. рублей из федерального бюджета и почти 90 млн. рублей из областного. Больше всего людей удалось расселить из аварийного жилья в городах Кургане и Шадринске. 150 и 180 человек соответственно. Также в программу вошли жители Шумихи, Куртомыша, Лебяжевского, Сафакулевского, Мишкинского и Макроусовского районов. В Кургане продолжаются рейды по соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора в связи с распространением коронавирусной инфекции. В объектах общественного питания, торговле, парикмахерских салонах красоты, кинотеатрах и других организациях с 25 по 31 января в Кургане составлено 10 протоколов в отношении физических лиц и один протокол на юридическое лицо. Всего составлено 313 протоколов. Рейды продолжаются и в общественном транспорте. Проверено 90 автобусов. На кондукторов составлено 8 протоколов. Город Курган по итогам работы сохраняет первое место в рейтинге эффективности реализации государственной молодежной политики среди муниципальных районов и городских округов Курганской области. Основными критериями рейтинга являются количество молодежных мероприятий, проведенных на муниципальном уровне, количество победителей и призеров конкурсов разного уровня, организация социальной работы с молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, профилактика негативных социальных явлений, развитие проектной деятельности, проводимая информационная работа. Курган сохраняет лидирующие позиции с 2010 года. С целью урегулирования ситуации на продовольственном рынке, предприниматели в Заурале приняли решение о сдерживании цен на масло и сахар. Розничные цены на масло подсолнечное должно не превышать 110 рублей, в пересчете за 1 литр. На сахар-песок не больше 46 рублей, в пересчете за 1 кг, включая НДС. Такие цены будут действовать в магазинах до 1 апреля текущего года. Контролировать исполнение соглашения будет Федеральная антимонопольная служба, Роспотребнадзор и Росстат. Россиян ожидают трехдневной рабочей недели из-за празднования Дня Защитника Отечества. Однако жителям страны придется поработать и в субботу, с 15 по 20 февраля. Отдыхать жители страны будут с 21 по 23 февраля.